Приветствую вас и как правильно сказали коллеги, увольнение в данном случае будет проявлением слабости, проявлением личного отношения, влияния личного отношения вашего мужа к девушке и это не будет рассматриваться как чисто профессиональный шаг, как чисто тот поступок, который совершил именно руководитель. Что здесь можно сделать? Ну вообще говоря, необходимо понять, что происходит с самой девушкой. Вот что с ней на данный момент сейчас творится. А творится с ней то, что она переживает очень сильную фрустрацию. Она переживает очень сильную фрустрацию и эта фрустрация агрессивная. Это вот одна из форм фрустрации, когда человек не получает то, чего он хочет, либо чувствует, что то, что он хочет для него осталось недостижимо. И поэтому нужно понимать, что в лаборатории есть свои формы, свои, так сказать, стадии. И вот сейчас девушка переживает ее агрессивную форму. Вряд ли в этой агрессивной форме с ней можно о чем-либо договорить. Хотя бы потому, что человек в этом состоянии не настроен на диалог вообще. Он настроен лично на то, чтобы по сути выплескивать свой негатив, который является следствием сомнения в себе. Причем усиленным сомнением в себе, потому что человек понимает, что если не его назначили на должность, а кого-то другого, это значит, что кто-то лучше. Если кто-то лучше, значит кто-то хуже. Девушка чувствует себя хуже. Соответственно, эта мысль ей невыносима и она порождает агрессию. Со временем агрессия пройдет. Ее заменят другие формы. Более, скажем так, мягкие. Более, скажем так, направленные на то, чтобы как-то восстановить удар по самооценке. Как-то реабилитировать ее. Но пока, пока бы не так. И вашему мужу посоветовать, как вы говорите, вот именно реально посоветовать можно только несколько моментов. Первый. Во-первых, постараться ее понять. Вот то, что я сказал относительно ее отношения, того, что с ней сейчас происходит. Вот это надо понять вашему мужу, чтобы увидеть причину ее поведения. И, по сути, эта девушка сейчас нуждается в сочувствии, знаете, в такой сопережиманной, наверное, даже в жалости от счастья. И это означает, вот, факт наличия жалости, да, означает, что серьез воспринимать ее нельзя никак. И все адекватные люди, взрывомыслящие сотрудники, они все понимают, что кузни, которые строит девушка, это ее личный мотив. Не имеющий, не имеющий ничего общего с реальным положением вещей. И это означает, что никто не будет к ней прислушиваться. Если же кто-то станет, то этот человек опять-таки автоматически выбывает из числа таких вот взрывомыслящих адекватных людей. Значит, девушку нужно пожелить. Это первое. Отнестись к ней отчасти как к ребенку, который не получил то, что он хотел. Вот девушка ведет себя именно так. Дальше. Поскольку понятно, что человек сейчас ищет любые поводы для того, чтобы придраться к чему-то, чтобы как-то выявить слабость, да. Важным мужем нужно быть внимательнее. Внимательнее с какой стороны? Внимательнее к исполнению своих профессиональных обязанностей. Чтобы вот с этой точки зрения у девушки на него не было ничего. То есть просто исполнять свои обязанности руководителя и следить за тем, чтобы не было никаких неточностей, не было никаких двусмысленностей и прочее. Чтобы у девушки не было возможностей как-то вашего мужа подловить. Да, это потребует определенных усилий. Да, это потребует определенного внимания. Но это сейчас необходимо. И третье. Относиться к этой девочке нужно спокойно. Понимая ее причины поведения, которые мы уже назвали. И осознавая по сути тот факт, что человек проиграл. А к проигравшему, как это обычно бывает, к проигравшему нужно относиться со снижением. Он уже проиграл. Он уже не соперник. И это единственное, что можно сделать. И вот когда речь идет о профессиональных обязанностях. Когда речь идет о том, чтобы выполнять непосредственно трудовые задачи. Вот тут девушка обязана сотрудничать. Если она этого не делает. Нарушает трудовую дисциплину. Не выполняет возложенные на нее обязанности. И вредит рабочему процессу. То данные факты необходимо зафиксировать. Данные факты необходимо представить органу, отвечающему за увольнение и назначение кадров. То есть, чтобы это не было решением только вашего мужа. И пусть этот орган решает, как поступать с человеком, который из своих личных амбиций мешает работе. Вот в этом случае увольнение будет справедливо. Все нарушения трудовой дисциплины девушки нужно фиксировать. Предварительно ее предупредив об этом. Сказать, что она может вести себя как хочет. Это ее право, но так, чтобы это не вредило работе. Если это будет вредить процессу трудовому производственному. Соответственно, все агрессии будут зафиксированы. И рано или поздно встанет вопрос о ее профнепригодности. И вот пусть девушка это имеет в виду. И тогда ей не к чему будет прикопаться, потому что лишена должности она будет, если будет за конкретные трудовые провинности. И ваш муж будет во всем прав. Он покажет себя грамотным, понимающим, но вместе с тем жестким руководителем. То есть тем, кем и должен быть директор крупного магазина, как я понял. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.